Добрый вечер! Мы с Божьей помощи начнем книги Таня с самого-самого начала. Начнем, как это называется, наидиш и шарблот. Из первой ворота книгам, поскольку ворота книга, первая страница, которая всегда везде в литературе написана, кто писал, когда писал, и издание, она была написана тоже Альтеребе. Это тоже часть книги. Это не просто информационные детали, а слова Альтеребе. И в ней он заложил ворот, ворота, прямо калитка, можно сказать, к этому книгу. От нее заходит внутри. И поэтому начнем с самого начала. Первый, сэфер, сэфер это книга, сэфер ликуты аморем. Альтеребе пытался скрыть его величайший труд, и не назвал своего книга великое имя такое. Альтеребе, он писал, что это ликуты аморем, сборник высказывания. Сборник. Этого сборник, который Альтеребе называет так своего книга, есть в него четыре главы, четыре частей. Хасидов говорили, что этих четыре частей, это как четыре частей шульхана рух. Шульхана рух разделена на четыре частей. Ора хаим, это первая часть, шульхана рух, там указано, как произносить благословление, как вставать утром, как проводить утренную молитву, как произносить благословление до еда, как произносить благословление после еда. Это вечерняя молитва, шотомера, субботу, праздники. То есть жизненный цикл. Как жить, как евреи. Это и есть наша первая часть. И поэтому, говорит Ребе, мы открываем теперь первую часть. Как буду называть, говорит Ребе, этого первой ворота, первая книга из первой части этого книга, которая называется сборник высказывания. Вот эта первая часть будет названа «Сефер шел бейноним» – книги для средней. Вообще, Ребе писал подобной книгой, книгой для средней. Послали еще одну книгу, которая была названа «Сефер шел цадиким» – книги для праведники. И он просто в то время очень часто были пожары. Дома были не бетонные и не кирпичные, а из дерева. Ну, когда готовили дома, и что-то не то пошло. То есть весь иногда квартал, и в худшем случае иногда спалились целых городов. В очередной пожар, этого книга была исполчена. То есть она ума. И Ребе это принял, как от небеса знак, что не надо такого книга опубликовать. Так Ребе говорил. У нас есть книги «Сефер шел бейноним» – книги для средней. Почему это для нас так важно? Потому что Ребе будет нам объяснить, как каждый из нас должен и может стать бейноним, стать средней. Дальше объясняет Ребе, откуда он взял знания, которые заложены в этой книге. И он рассказывает. Этого сборник собран из книгах. У хасидов было принято. Ребе говорил, что он это не услышал от своего теста, то есть прошлого любавического Ребе. Но это было высказывание от хасидов, и нет причин сомневаться в этом, что «Сеферим», то есть ученье, откуда он взял этих сборных знаний, «Сеферим» – книги, означает «О, Маарал из Прага» и «Рамбам». Соферим – это писатели, мудрецов, идет речь о Рабе Исраэль Баал Шемтова и Магеде Змезвича, которые являлись его преми-учителями. К душе льон, великих, возвышенной луды. Мюсод алапосук. Мюсод алапосук – это означает, что построенный этих высказываний, сборник высказываний, есть какой-то смысл. То есть на любого описания есть какое-то основание, цель, который направляет, к чему я стремлюсь. Мюсод алапосук – это описание, который написан в книге «Деварим» – «Висказавания Маисея, перед его смерть», который говорил, «Алапосук, кикорев эйлэхо, адовур мэоид, бэфихо, бэлвов хо ласэйсэй». «Очень близок к тебе, говорит Маисей, адовур мэоид, этого виш, какой виш, исполнение заповедей, учение Тору, очень близко к тебе, то есть каждого из нас, то есть там начинается тема в том, что Маше предупреждает нас и говорит, не думайте и не говорите, что Тору, которую я вам отдал, и заповеди, которые я вам выучал и заповедовал, находятся где-то высоко в небесах, и которые вы будете думать, кто поднимется теперь в небо, спустить нас от этого мудрости и знания, и не за океан, подумать, кто будет уплить нас за берегу другого океана, найти нам знания в Тору и как выполнять заповеди. Все здесь доступно». Не просто доступно. Моисей не говорит доступно. Он говорит, что все близко к вам. Близко, но близко. Но не просто близко, очень близко. Меод, очень близко. Ну хорошо, очень близко мне одевать филин. Даже если я не привык одевать филин каждое утро, очень близко протяну руки, одевать филин. Очень близко. Соблюдать кашрут не привык, не такие вкус. Ну, очень близко. Решение, решай. Это очень близко. Речь. Ну, чуть-чуть потруднее. Замалкивать, не говорить. Но можно. Хотя, Рабель Канн однажды рассказал, что Рабель Мэндл футерфас, несмотря на то, что Рабель Мэндл был старшим возрастом, ну, значительно старшим, Рабель Канн, они были им очень близки. И Рабель однажды рассказал, что Рабель Мэндл от него просил совет. Он просто похвалил Рабель Мэндла. Какой совет? Он говорит, что Рабель начал требовать от хасидов идти на улицу и начинать уговорить разными евреями одевать филин. Он говорит, я очень стараюсь мысли не пропускать. Держать мысли при себе и контролировать их. Но когда я начинаю общаться с чужими людьми, мне надо как-то отговорить их. как-то уговорить, отговорить, сидеть. И я начинаю говорить и ловлю себе, что я себе не контролирую. Может быть, у вас есть какой-то совет, как контролировать речь. Рабель это рассказал с восторги, что отсюда он понял, что Рабель Мэндл из тех соот людей, которые мысли способны держать. Вы представляете? Держать мысли. Это великое дело. И Рабель Мэндл не был цадик. И Бейнон, наверное, тоже не совсем. И тем не менее, держать мысли. Ну, наверное, был великий, великий грешный, который мы будем учить еще втанец, что такое. Он был великий. Тем не менее, если вернемся, Муша говорил, что очень близок к нам, не к нам, к тебе, к каждому из нас, к тебе, он говорил, вам. Что делать? Контролировать действие, речь и сердце. Сердце? Сердце близко? Как сердце близко? И этот вопрос задается прямо вавилонского Тальмуда. Говорит, сердце легко дрожать? Контролировать сердце? Как можно контролировать сердце? Отвечает Тальмуд, да, Моисей легко контролировать сердце. И сразу Хасидут спрашивает, ну, а ответ какой? Очень близко вам, Моисей, или нам, Лерон. Кому легко должен быть? Он говорит это мне, не себе. То есть, ему большая дело, ему легко. А мне что? Хасидут объясняется в том числе, что каждого еврея есть частича, часть Моисея, своего божественная душа, и ей, то есть душа, легко. Альтер Ребе приходит в это книги, рассказать нам, как нам, мне, вам, тебе, легко. Контролировать сердце? Великое дело. И когда это сердцебиение, то нет. Мы не говорим о сердце, сердцебиении. Сердцебиение, если не контролируется, надо идти к врачу и принимать лекарства. И не искать какие-то ответы для этого витания. Пока человек поишет ответ, как контролировать сердцебиение, он сдохнет. Не надо. Он должен идти к врачу и принимать препараты. Не дай Бог, лекару. А как учить это? Продолжай дальше, Ребе объясняет. Лево-Эр, объясню это. Хейтев, объясню это очень хорошо. Хейтев, объясню хорошо. Эй хукаров מאוד, как он так близко. То есть, цель этого книга, объясняет нам, так как близко, так близко. Контролировать эмоции. Как он будет нам рассказать это? в короткая дорога, в короткая дорога и в длинная дорога. Нет, я неправильно говорил. В близкая и короткая, и близкая и далёкая дорога. Близкая, да. Близкая и короткая, или короткая и близкая, или короткая и близкая. Ребе говорит четко, я объясню это, в длинная и короткая дорога. Решай, какой, длинная или короткая. Ребе, ответ, что Ребе будет рассказать нам это и в длинную дорогу, длинный путь, как это делать, и в короткий путь, как это делать. И обе пути для контролирования эмоций он будет нас обучать. Надо понимать, что это такое короткое и длинное, и что вообще идет речь. До того, что Хасидут появился, и особенно движение Хаббат, которое создал Ребе, который писал в этой книге, была распространена стиль службы, стиль обработки своего правильного поведения. Это называли торат хамусар. Не мусор, мусоры как полицейские. И не мусор, не дай бога, как мусор, отходы. А мусор, это как мораль. Читение мораль. У неевреи есть такое, понимаете, буду читать вам мораль. Нет, это не то, не совсем то. Есть, например, несколько очень известных книг, которые даже сегодня много людей сидят и учат их очень серьезно. И Ребе говорит об этом, что надо их учить. И Ребе говорил, и я, например, у меня дома такого есть, я уверен, что у других ровинов этих есть. Потому что Ребе говорил, что эти книги должны просто присутствовать дома, даже когда их не открывают. Как Мезуза. Надо попытаться даже открывать и читать. Есть такая книга, Решит Хохма. Очень известная. И других. Что это за книга? Которые являются Турат Хамусал. Они описывают красоту правильное поведение. И правильный медот. Правильный стиль поведения. Стиль чувства. И как отвратно вести себя не так. Это первая часть. Вторая часть. Какие наказания будут следовать, если не будет ты правильно вести себя. в аду или в разных местах, в нашей жизни или в будущий мир. И понимать, что если ты неправильно ведешь себя, ты рискуешь в ад или в рай, или в гордуший мир, и прихода Машеха, или потеря какой-то финансовой жизни в этот мир, или страдания физической жизни. И там долго это все объясняется. Вообще, это очень важно. Когда это важно? Когда человек должен быстро себе успокаиваться. Ну, почему обычные люди, нормативные люди, когда увижу чужого принадлежность, не протянут руки и будут взяты так себе. Самая банальная причина, что если кто-то увидит, меня отведут в участок, я буду сидеть. Не хочу. Не стоит того. Если человек объясняет это так, то это значит, что человек опасен. Он способен воровать. Причина, что не ворует чужие, он не моральный человек, он аморальный человек. Причина, что не ворует чужой, он боится полиции. А есть моральный человек. Он увидит чужое имущество, и он не ворует, потому что он не мое, не могу. Такое воспитание у меня. То история или путь, который проводит нас, то рата мусар, это как нельзя говорить, это детское или детское, это очень серьезная тема. Но это как будто бы детское воспитание. Не будешь одевать филин, у тебя рука будет сломаться. Не надо, одевай филин. Если будешь не соблюдать субботу, у тебя будет проблем в аду. Не надо тебе это. Если будешь делать это, будет у тебя такое наказание. Зачем оно тебе надо? Не надо. Это хорошо, когда человек грешный, как мы, например, и надо как-то входить в какую-то атмосферу. Ну, перестать просто это делать. Это как говорят курящие человек, не кури. Будешь курить, умрешь из рака. Не надо. И человек за это боится. Он не хочет, умирет из рака. В чем проблема, что я не выполняю заповеди, учусь Тору ради Бога, а ради себя. И это не совсем правильно. Не для этого Тору хочет нас воспитывать, что мы будем бояться его. А для того, что мы будем это делать ради Всевышнего, и не ради себя, и не ради какой-то боязни. Это первая проблема. Вторая проблема, и немаловажная, что она, вот это желание согрешить, желание неправильно вести себя, не перекратится никогда. Ну, берем самый простой пример. Мы чистим зубы, потому что мама сказала? Нет, потому что, ну, невкусно ходить так утром, ну, неприятно. А почему ребенок так не чувствует? Не привык. То есть, меня не надо уговорить. Я бегу сам. Ну, меня неприятно. Я одеваюсь чистыми одеждами. Почему? Меня неприятно. Почему ребенок приятно? Ходить напачканный. То есть, то оря и то рад мусар, это очень короткий путь. Это решение на сейчас. Но так не взрослеем. Это бесконечное мучение, бесконечная проблема. Никогда не перекратится. Пришла Хасидут. Аль-Теребе в этой книге говорит, я буду вам помогать себе воспитывать так, что не захочется тебе. Ты захочешь быть правильным евреем. Ты сам захочешь. Как я тебя воспитываю, у меня есть два варианта. Короткий вариант и длинный вариант. Каждый из них есть свое преимущество. Скажу вам как. Первый длинный путь начнется с первой главы практически до восемнадцатой. Это будет одна тема. Это длинный путь. Как себе воспитывать. Второй путь, короткий путь, директору. Короткий путь начнется с девятнадцатой главы до двадцать пятой. Мы уже с вами учились, но не концентрировали на этом путье. После того, что Аль-Теребе дал нам вступление, мы переходим уже прямо к его книгу. Я знаю, что вообще-то много учится предписание к этому книгу от Рабзуши из Аниполи, который писал свое рекомендационное письмо для этого книга. И читают второе рекомендационное письмо еще одного друга у Аль-Теребе, Раби Югуда. И потом читают, есть много, которые учат при вступлении самой Аль-Теребе к его книгу. Но там это длинно, и это сложно. Не сложно, а длинно. И я думаю, что нам это сейчас не надо. Поэтому мы начнем чувствовать привкус самой книги. Открываем первой главе сороковая страница на русскоязычной версии. Первой главе. Таня. Таня. Это первое выражение в Талмуде всегда, когда мы открываем Вавилонского Талмуда. Первый, который есть, это Мишну. Мишну. Мишну начинается Таня или Брайта. В данном ситуации тут цитировано «Бесой в Пелагиме Мэль Денидо». Конец тридцей раздел в трактат Нида. Есть там цитирование у Брайта. Брайта писали это Мураим, но это не Мишну, это чуть-чуть по-другому. И что за Брайта, который там написано? Машби им ойсой. Дают с ним кладву. Теги цадик будь правильный, будь праведник. Ваал теги гошо. И не будь грешный. Это первый часть этого кладва. Второй часть этого кладва. И даже если весь мир говорит про тебя, говорят тебя, цадиката, ты праведник. как я должен реагировать. Ее беэйнехо кэрошо. Тебя нужно считать себе грешной. вот такой у нас Брайта. Давай разберемся. Дают с ним кладва. С ним это с кем? грешный. А? А? Совершенный должен давать нам кладва, что он будет праведник и негрешный. А? Мы. Мы даем клад во Совершенному. Мы это кто? Понял? Евреи это кто? Я объясню себе. Мы есть мы вот такими. Есть мы божественная душа. Уже отдельно. Есть мы животная душа. Есть мы совместно. совместно мы даем ему кладву. Тут идет речь до рождения. Идет речь еще до беременности. Когда определяет душу. Правильная душа. Божественная душа, ты говоришь. Вопрос правильный. Это правильный. Ответ правильный. Машбеим ото дают он дает кладва или с ними дают кладва. С ними это наверно тех, которые занимаются этой душой. Она ее говорят дай кладву. Дай это тот, который дает кладву божественная душа. Зачем ей давать кладву? Кто должен давать кладву? Тот, который мы не верим. Зачем солдат дает кладву? Усиловать у себе желание не грешить и не быть предателем. Мы сомневаемся в желании божественной души частичи Бога, что она не захочет быть правильной. И мы говорим ей божественную душу, дай кладву, будете праведник и негрешны. Почему? смысл давать кладву? Она хочет быть, она всегда с Богом. Зачем ей давать кладву? Иди животная душа, пусть она дает кладву. Ну, почему мы не идем к животной душам? И ей нужно быть грешной. Это ее предназначение. Бить грешной. Ну, да. То есть получается, что надо было сказать, животная душа, ты выполняй предназначение быть, как это называется, мы говорим о божественной душе, быть правильной, быть праведницей. И говорят, животная душа, слушай, позволь ей не быть грешной. Ну, нет, мы говорим, божественная душа, она должна давать нам обязательство, что она не будет грешной, а будет правильной. Зачем она такая? Это ее натура, она не может, не способна быть другая. Причина не в этом. Когда мы просим у человека бы откладывал. Когда он хочет. То есть есть такое понимание заключения союза. Два друзей очень близко подружили. И они между собой подписывают обязательства о союзе. Зачем? Вы уже друзья. Для того, что когда у нас будет разноклассие, и захотим разделиться, и захотим уходить друг от друга. Нет, не можем. У нас союз подписан. Не можем. Но это договориться. Другими словами, это усилуется нашей внутренней сил, душевной сил, найти в себе способ не ругаться. Поэтому швуа на святом языке швуа, кладывает швуа, это из слова тоже сова. пропитан. У нас не совсем есть по-русски. Когда я хочу покушать, я голодный. Когда я сытый. Сытый, да. Швуа из слова сове, сыт. Я полный. Я уже. То есть другими словами, швуа, который божественная душа дает перед Всевышнему, это типа Всевышний усилывает ее дополнительной усилией, зная, как тяжело бороться на своего места у человека. Когда она попадает в тело, ей нужно очень много усилия. И не всегда получается. Поэтому она дает кладва усиловать своего силу в борьбу внутри телесной жизни. Теперь мы понимаем. Она дает кладва для того, чтобы усиловать себе. Хорошо. А что за кладва? Первая кладва очень понятная. Будь правильный, будь праведник и не будь грешный. Тут все понятно. Второй абзац этого кладва очень удивительно, что даже если все скажут тебе, тебе этот человек или Божественная душа, ты праведник, ты не верит ему. Ты думай, что ты грешный. Что это урок скромности для души. Мы сейчас говорим с душой, которая еще не попала в тела. Еще телесной жизни нет. Она только уже переживает. Здесь трусится. она понимает, что у нее испытание такое будет. Мы что, теперь надо преподавать урок скромности. Зачем ей это надо сейчас? Что-то еще по сути надо сказать. А зачем ей сказать, ты неправедник? Ты неправедник? Да зачем? Пусть подумает, что неправедник. В чем вопрос? Хуже всего что нельзя себе человек должен не обозвать себя грешным. Запрещено человек себе считать грешным. Запрещено. То есть мы указываем душу, ты подумаешь, что ты грешный, а в другую сторону запрещено считать человек грешный. Откуда я знаю? Дальше он говорит. В церковь ловим. Надо понять. Дах на написано в мишну. Уже логика какая? Почему не считать себя грешной? Как вы думаете? О, вот, видишь? Хасидское объяснение. Молодец. Но это чуть-чуть позже. Молодец, молодец. Правильный ответ. Это мурал не ущерба. Это потеряет уверенности в себе. Если я считаю себя грешной, это тяга. Это печаль. Поэтому мишну говорить не считай себя грешной. А тут прям говорят нам считай себя грешной. Даже если все скажут и поведник нет, я грешный. Как это странновато. На самом деле этого мишна есть другая комментария. Не считай себя грешной. Не так. Когда ты один, вот так написано мишну. указывает нам не будь грешны даже в одиночество. То есть спротивления между мишну и брайта нет. Говорит треба и это меня не успока меня не понимает. Это же логика, как говорил Лам Мелим Мелих. Даже если он будет перед собой, он будет читать себя грешной. Он будет грустно постоянно. Он будет грустить. Он не хочет быть грешной. Почему он должен считать себя грешной? Он не может служить Всевышнему в радости, как говорил Мелим Мерк. Правильно говорил. И это против закон второго. Один из заповедей. Служите перед Всевышнему с радостью, с счастьем. Говорит Ребе может быть. Миш Байта хочет нам учить не просто скромность. И как быть скромным? Человек считает, я грешный, и мне все равно, я буду счастлив. Как это все равно? Все равно, это означает, ну, все равно, что я грешный. Говорит Ребе, ну, нет, 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 так нельзя. А если ему не будет за этого грустно, что он грешный, он будет логкомысл 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 все равно грешный. Неважно. То есть непонятно вот этого кладва, который человек должен давать перед Всевышним, то есть душа. Ее второй часть, что я должен считать себе грешной, непонятная. Зачем это надо, как это надо, и при чем она. дальше после этого вступления мы будем учиться следующий урок о пиать уровня, который человек, еврей, может находиться в нашей жизни. Праведник два уровня, грешный двух уровней и средный. И ребе докажет, что не может быть грешной и что не может быть бейнуни средной. Это будет следующий урок. Спасибо большое.